Всем привет! Сегодня мы наконец-то будем пикировать петуни, которые посеяли уже давным-давно. Мы их посеяли 30 января, а сегодня 24 февраля. Прошел почти месяц, уже их можно было распикировать и раньше, но у меня все не было времени снять. То стаканчики закончились, то еще что-то. Ну и вот наконец-то сегодня приступаем. Хотя уже можно было неделю назад распикировать. Итак, я беру стаканчик. А, ну конечно же я подготовила стаканчики, это у меня 100 граммовые рюмочки. Вот такие вот. Я обрезала как всегда ободок и как всегда снизу проделала пару отверстий для стока лишней жидкости и заполнила землей. Земля 50 процентов огородная и половина покупной торфогрунт. Так, не забываем маркировать. Обязательно подписываем, что у нас идея. Особенно, если у нас несколько сортов. Вот у меня, например, Глафира, Жаркое пламя, Роуз, Стар, Ламбада, Ламбада Вэйн. В общем, мне нужно обязательно подписывать. Вот я подписываю. Пишу дату посева. Так, 30.01. И сегодняшнюю дату. Иногда потому что бывает нужна такая информация, чтобы лишний раз в тетрадку или куда-то не лазить, все уже есть на горшочке. Ну и вот, например, можно вот так маркировать, можно бирочки ставить, можно ножички, ложечки, кто как хочет. Так, из стаканчика полностью вынимаем ком земляной с растениями. Он у меня, посмотрите, почти сухой. Я специально ни сегодня, ни вчера не поливала, чтобы не был слишком влажным. Грунт. И вот так вот мы его разламываем, разваливаем. Развалили. Грунт рыхлый и все здесь прекрасно видно, где какое растение. Никакие корешки не рвутся, не мнутся. Ничего мы не ломаем, не портим. И все. И теперь спокойненько делаем углубление. Грунт у меня сегодня увлажненный. Я его немножко уже увлажнила, когда замешивала. Делаем углубление. Брызгаем туда водички. У меня водичка с фитоспорином. Берем растейница, вот она отделилась. Берем его за листики смело. Опускаем в проделанное отверстие. И с боков вот так приваливаем. Больше ничего не поливаем. Следующее. Проделываем углубление. Брызгаем водички. Берем за листики. Опускаем в углубление. До семидольных листочков. Потому что розетка у питуньи формируется там, где семидольные листики. Там и будет розетка. Слегка присыпали. То есть всю ножку заглубляем. Сейчас я покажу. Смотрите, вот эту ножку мы всю закапываем. Вот до сюда. До семидольных листиков. Там, где семидольные листики растут, оттуда же начинают расти настоящие листья. Сейчас уже вечер. Листочки, видите, схлопнулись. Ладошки закрылись. Днем они раскрываются. Вот так берем смело за листики и опускаем подготовленное отверстие. Заправляем до нужного нам уровня. И чуть-чуть слегка с бортиков засыпали. Вот таким образом я пикирую питуньи. И не только питуньи. Вот, например, гелиотроп сейчас тоже рассажу. Смотрите, он тоже уже большой стал. В один день мы сеяли все это. Таким же образом. То же самое. Ничего сложного. Ничего трудного нет. Вот помните, я вам говорила, что у разных питуней разная схожесть и разный темп роста. И что ампельные и каскадные питуньи и всходят дольше, и развиваются медленнее. Вот вам, пожалуйста, пример наглядный. Пока вот сейчас пикировала, увидела. Вот смотрите, вот глафира. Самые копеечные. Тысяча семян. Стоит 10 рублей. Вот они, посмотрите, какие огромные. Они взошли хорошо. И уже листики у них такие, стебелечки, которые мы только что пикировали. Жаркое пламя. Ну, средний темп роста. И листочки, смотрите, такие средненькие. Это все в один день мы сеяли. И вот, посмотрите, ламбада Red Vain. Вот какие малюсенькие еще растенецы. Вот их в пачке было 5 штук. Взошло, смотрите, у меня только 4. Стоит эта пачка, я уже точно не помню сколько, но в районе, я думаю, 85-100 рублей. И вот посмотрите, какие они еще крохотулечки. Я даже их еще, может быть, сегодня пикировать и не буду. Может быть, дам им еще недельку или две посидеть здесь. Дабы не было выпадов. Вот так вот. Так что отличаются они очень здорово. Вот Rose Star. 10 штук. Ну, тоже более-менее такие большенькие. Но, правда, есть он и маленькие тоже. И вот Merlin Blue Mon. Вот тоже их, посмотрите. Всего 3 штучки взошло из 5. Но, по крайней мере, не такие заморыши, как ламбада. По крайней мере, они немножечко большие. Вот. Так что смотрите на размер своих питунчик. В общем, мы их, получается, пикируем, когда у нас, ну, 2-3 настоящих листика. Вот здесь получается 3. Здесь вот 2. 2-3 настоящих листа. Их уже можно и нужно пикировать. Если совсем маленькие. Вот здесь тоже есть 2 листа. Настоящих. Но они такие малюсенькие. Хотя здесь тоже точно так же 2 листа. Просто они мелкие. И листочки, значит, будут тоже помельче. Стаканчики я намеренно взяла такие маленькие. Взяла не 200-граммовые, а 100-граммовые. Потому что уже скоро можно будет их высаживать на улицу. Ну, у нас, по крайней мере, в средней полосе, конечно, еще не очень скоро. И поэтому земляной ком достаточен для развития корневой системы. Ну, например, на месяц, даже на 2 им этих стаканчиков спокойно хватит. Я их даже уже не буду переваливать в большие стаканчики. Я их сразу потом пересажу уже в кашпо, где они у меня будут выращиваться. Либо в грунт. Ну вот. Надеюсь, всем все понятно. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Я обязательно отвечу, расскажу поподробней, что вас интересует. И всего доброго, удачи, выращивайте петунии. Где-то через недели-две я их подкормлю. Подкормлю органическим удобрением. Минеральные я не использую. Ну, все. Всем пока.